Укртранснафта, единственным акционером которой является Нафтогаз, получил на временное ответственное хранение без права пользования имущества компании Прикарпаттизахид Транс. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на решение Нафтогаза. Дать согласие на принятие Укртранснафтой на временное ответственное хранение без права пользования арестованного имущества ООО Прикарпаттизахид Транс, говорится в документе. В частности, Укртранснафта получит на хранение объекты недвижимости, производственные и технологические объекты линейной части, из которых состоит технологический комплекс, расположенный на территории Украины части магистрального нефтепровода «Самара-Западное направление». В то же время, как отмечается в решении, хранение будет осуществляться при условии компенсации государством расходов, которые понесет Укртранснафта. Стоимость переданного имущества оценивается в 200 миллионов гривен. 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара-Западное направление». Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания Прикарпаття за хитранс. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но непонятным образом оказался в частной собственности двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины. Ряд средств массовой информации и экснардеп Сергей Лещенко писали о связи Прикарпаття за хитранс с нардепом от оппозиционной платформы «За жизнь» Виктором Медведчуком. Сам политик связь с этой компанией отрицал. Также СНБО ввели санкции против 19 юридических лиц и 8 физлиц, 5 граждан России, по данным СМИ это менеджеры активов семьи Медведчука, и трех украинцев, самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой казака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Партия ОПЗЖ оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Медведчука, казака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима президента Украины Владимира Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции, нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует, сказано в заявлении. В партии власть называют политическими банкротами и обвиняют в массовом нарушении конституционных прав украинских граждан и превращении государственных органов в машину для репрессий. «Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии», — заявили в ОПЗЖ. Медведчук назвал незаконным введение против него санкций. «Против меняемого товарища по фракции Тараса Казака, а также членов наших семей, незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать, все эти санкции, которые вводятся действующей властью в отношении меня, моей семьи, моих соратников и журналистов, являются незаконными», — отметил он. По словам нардепа, такие меры не могут применяться иначе, как по решению суда. Президент Украины Владимир Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по самому дорогому, по моей любимой жене Оксане Марченко. «Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь, не буду защищать свою семью, соратников по партии журналистов, которые раскрывают глаза украинскому народу, что и вызвало истерическое бешенство уличного президента Зеленского. Они действительно думают, что я предам свои принципы, предам свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья. Испугаюсь и убегу? Зря. Не дождутся. Борьба будет продолжаться», — говорится в сообщении. Телеведущая Оксана Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику. Об этом говорится в ее видеообращении. «Сложно комментировать неконституционные, репрессивные и глупые решения нынешнего гаранта Владимира Зеленского, который в 2003 году мне таким не казался, когда однажды летом со своей многочисленной компанией, в том числе и братьями-шефирами и другими артистами, пожаловал ко мне домой с просьбами о трудоустройстве», — отметила она. Зеленского Марченко назвала прошлым, в то время как себя и свою семью, будущим Украины. «До вчерашнего дня я была только женой, другом, тылом, матерью его детей, но вы сами того не понимая заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа за жизнь», — заявила телеведущая. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.